Всем привет! Добро пожаловать на канал Handmade. В этом видео я сделаю себе челлендж, а именно слепить машину из пластилина за 1 час, 1 день, 1 неделю и за 1 месяц. Это будет интересно, такого я раньше не делал. Надеюсь вам понравится новая рубрика. Все мои пластилиновые автомобили, которые я лепил ранее, были детализированными и сложными, на лепку которых уходило месяц, а то и больше времени. На этот раз я буду лепить на скорость, а не на качество. Мне захотелось лепить Lamborghini Gallardo 2006 года выпуска. То есть у меня должно получиться 4 машинки разных размеров и разной детализации. Мне уже не терпится приступить к лепке. Но сперва нужно к ней подготовиться. Для первой машинки за 1 час я распечатал маленькие чертежи для того, чтобы делать примерно похожие формы кузова. Буду лепить на глаз, ориентируясь на эти чертежи. Но пока я даже не знаю получится ли у меня сделать что-то похожее на Lamborghini всего лишь за 1 час. Далее мне понадобится конечно сам пластилин. Взял два таких брусочка зеленого цвета, также половинку черного для колес и окон, немного белого и красного для фар. Итак, материалы готовы, осталось включить таймер на час и я приступаю к лепке. Первое что я начинаю делать, это объединять два брусочка пластилина в один, чтобы придать общую форму кузова. Отрезаю лишнее и формирую пальцами верхнюю часть машины, стараясь делать все быстро. Прикладываю к чертежу заготовку и смотрю, что нужно добавить пластилин сбоку, чтобы она была немного шире, размазываю его пальцами к основной форме пластилина. И когда я придал общую форму, дальше мне необходимо убрать лишний пластилин с передней, задней и боковой части машинки. После этого я отмечаю область лобового стекла и крыши, вырезаю тоненьким лезвием лишний пластилин с боковой части кузова, после чего сглаживаю края пальцами и у меня получается вот такая форма. Дальше вырезаю колесные арки, а сами колеса буду лепить уже отдельно, также не просто держать машинку в руках, потому как пластилин мягкий и постоянно я немного повреждаю формы кузова. Теперь сверху намечаю часть, которую нужно вырезать, это будет капот двигателя, немного его ровняю сглаживая неровности. Вырезаю верхние области для забора воздуха в двигатель и также боковые такие элементы. Делаю примерные насечки сверху, не сильно акцентируя на этом внимание и спустя 25 минут у меня получается вот такая форма, уже напоминающая ламборгини. Дальше вырезаю место для номерного знака на заднем бампере. И теперь я беру черный пластилин, делаю его очень тонким, раздавливая пальцами, прикладываю к машине и на глаз вырезаю лобовое стекло. И таким же образом клею боковое окно и элементы на передний бампер. Далее делаю заднюю часть, приклеивая такие маленькие черные кусочки. Приклеиваю задние красные фонари и передние из белого пластилина. Затем начинаю делать колеса. Отрезаю маленькие колечки и приклеиваю на машину. Но нужно еще сделать хоть какие-то диски, поэтому я из тоненькой ниточки и пластилина делаю круглый обод колеса. И вот что у меня получается слепить за один час. Более подробнее рассмотрим ее позже со всеми остальными машинками. А для лепки второй машинки за один день я беру уже другой NSP пластилин, который очень твердый. Прикладываю чертеж к раскатанному листу пластилина и вырезаю основание. Тут я уже работаю именно по чертежам, так как времени на это достаточно. Затем вырезаю боковую часть кузова, которую мне нужно приклеить на это основание. Но сперва я делаю колесные арки, приклеивая вот такие детальки. Вырезаю боковой элемент кузова и теперь приклеиваю боковую часть к этому самому основанию. Дальше выделяю верхние кузовные элементы, добавляя пластилин и наращивая необходимую форму. Инструментом срезаю лишнее и ровняю поверхность. Вырезав заднюю часть, приклеиваю ее на место ко всей конструкции. По отдельным деталькам делаю переднюю часть. Затем все пространство заполнил скульптурным пластилином, чтобы сверху установить капот и он не продавливался. Таким же образом заполнил пластилином область салона и двигателя. Устанавливаю такие заготовки для крыши. И затем еще слоем сверху приклеиваю лобовое стекло с крышей, заранее закрасив черной краской области окон и элементы передней и задней части машины. Дальше я беру синий кусочек пластилина, раздавливаю его в руках и затем превращаю его в такой очень тонкий слой пластилина, которым буду оклеивать эту машинку. Прижимаю пальцами пластилин и плотно выделяю все изгибы кузова машинки, отрезая лишнее. Ну и таким способом я оклеиваю всю машинку. И у меня получается вот такая синяя ламба, но не хватает колес и вот как я их лепил. Беру пластилин, раскатываю его и отрезаю такие маленькие колеса. Затем вырезаю диск по трафарету, покрасив его и колеса краской. Соединяю их вместе. Приклеиваю обод диска, а затем черную резину. Готовые колеса устанавливаю на машинку и она готова. И ровно за один день у меня получается такой слепить. Подробно рассматривать ее будем позже. И теперь я начинаю лепить машинку уже за одну неделю. Она получится красивее и проработаннее чем предыдущие. Как видите масштаб стал больше, как и времени на создание. Поэтому могу уделить больше времени деталям и проработке этой машины. Делаю в принципе по той же схеме, что и предыдущую машинку. Только увеличился размер. Вырезав боковую панель, пальцами выделяю округлые формы кузова, сгибая пластилин. Прикладываю и смотрю, чтобы все подходило. Приклеиваю две этих панели и получается вот такая конструкция. Далее выделяю колесные арки. И делаю заднюю часть, устанавливая вот такие элементы и вырезаю место под номерной знак. Затем делаю верхние элементы добавляя пластилин. Ровняю поверхность и устанавливаю передний бампер. К вот такому капоту приделываю основание для оптики фар. И устанавливаю его на свое место. Ставлю перегородку между двигателем и салоном. И ставлю посередине вот такой центральный тоннель. На крышке капота выделяю решетки для двигателя. И ставлю его на место. Сделав вот такие карты дверей, ставлю их внутрь салона и крашу черной краской. Делаю торпеду, не сильно заморачиваясь с деталями, лишь делая самое основное. Вот таким образом делаю сиденье и устанавливаю их на свои места. И последняя деталь в салоне это руль. Его также приклеиваю ко всей конструкции. Прикрепляю вот такие детальки для установки крыши. Ставлю проволоку для прочности и заполняю место пластилином. Прикрепляю саму стойку крыши. Затем беру красный пластилин и разминаю его до тонкого ровного состояния, чтобы облепить им крышу. И устанавливаю ее на место. И уже понятным способом придаю цвет машине. Дальше делаю колеса, вырезая вот таких 12 маленьких кружков и соединяю по 3 вместе, чтобы получить нужную ширину колеса. Вырезаю вот такой диск, прилепляю к колесу и заворачиваю его в шину. Настал последний этап сборки. Это установка колес на свои места. И вуаля, машина за неделю лепки готова. Итак, у меня теперь есть 3 ламборгини. За 1 час лепки, за день и за 1 неделю. Теперь мне предстоит самая сложная работа. Слепить 4 ламборгини за целый месяц. А как я лепил и трудился над самой качественной и красивой версией ламборгини, вы уже можете посмотреть в отдельном видео на моем канале, нажав по подсказке вверху, либо по ссылке в описании. Сперва рассмотрим более детально машинку за 1 час. А в конце уже вам покажу, какая же получилась ламборгини за продолжительный месяц работы. Так как времени было мало, я старался быстро сделать самые главные черты ламборгини и думаю, что у меня это получилось сделать. В ней действительно узнается ламборгини, хоть она и очень кривая, единственное получилось узковатой, а должна быть немного шире. А так за 1 час, если особо не придираться, думаю очень даже неплохо. Сперва я сомневался, получится ли вообще что-то сделать за 1 час работы. Как оказалось, более чем получится. Напишите в комментариях, а смогли бы вы слепить какую-нибудь машинку за 1 час. Будет интересно почитать. И для наглядности, чтобы вам был понятен масштаб, то вот она с машинкой Hot Wheels. Как видим, масштаб получается чуть меньше, чем Hot Wheels. И вот машинка за 1 день работы. Уже выглядит намного лучше, линии кузова и узнаваемые черты видно четко. И в ширину она получилась правильной. Уже более красивые колеса, ну и масштаб у нее больше раза так в 2. И вот Hot Wheels уже выглядит меньше по сравнению с ней. И вот какая разница в сравнении машинок за час и 1 день. Выглядит намного лучше и красивее. Детализацию салона у них я разумеется не делал, так как на это просто не было времени и масштаб слишком маленький. А вот следующая модель как раз таки уже с салоном. И она получается еще больше, чем синяя, раза так в 3. И предположительно это 36 масштаб. Формы проработки кузова здесь еще лучше и более красивые колеса, которые повторяют форму оригинала. Проработка салона, руль, сидение и приборная панель. Но без мелких деталей и кнопочек. Сделал даже маленькие боковые зеркала, хоть они получились очень хрупкими, стараюсь их не сломать, когда беру ее в руки. Сзади у нее уже есть спойлер, которого не было на предыдущих машинках. И лучше выделены фары. По сравнению с синей выглядит она еще лучше, уже как хорошая игрушечная машинка, так как сразу и не скажешь, что это из пластилина. И наконец момент, которого все ждали. Смотрите, что я сумел сделать за месяц работы. Здесь уже есть детализация всего и правильные пропорции кузова, красивые оригинальные детализированные колеса с тормозными дисками и суппортами. Маленькие сетки на решетке радиаторов, детализацию оптики фар, пластиковые прозрачные окна с лобовыми дворниками и красивые детально выделенные в ярком цвете салон. На всю эту красоту я потратил 31 день работы. И если сравнивать с остальными машинками, то разница удивляет. За месяц я сделал машинку ничем не хуже, а где-то даже и лучше, чем покупные коллекционные, либо пластиковые сборные модели. И если я сделал такую классную модель за месяц, то интересно, как же будет выглядеть машинка из пластилина, если мне потратить на нее 2 или даже 3 месяца. И такая модель для вас у меня уже есть. Это Nissan GTR 35 в 24 масштабе, такая же как и Lamborghini. И повторюсь, что это сделано из пластилина. Только здесь я не использовал цветной пластилин для окрашивания, а именно красил краской. Здесь все детали крашены, поэтому они не выглядят как из пластилина. На ее работу у меня ушло более 3 месяцев. Даже колеса с тормозами сделаны из пластилина, но не простого, а очень твердого НСП. Это самая лучшая моя модель, которую я когда-либо лепил. Здесь есть детализация прям всего. Красивейший салон до самых маленьких кнопочек, двигатель во всех деталях, поворачивающиеся колеса с выделением протектора шин и даже есть детализация дынища машины. Как же я создавал этот шедевр с нуля, полностью своими руками, вы можете посмотреть в этом видео. Ссылка на него будет также в описании. Вернемся к теме видео. Последняя Lamborghini по сравнению с красной вышла намного, намного лучше. А по сравнению со всеми остальными, видно насколько же она больше других, и насколько у нее гораздо выше детализация, как будто она совсем сделана не из пластилина, и не должна сравниваться с этими машинками. Вот так у меня получилось слепить эти машинки. Надеюсь вам было интересно и понравился новый формат видео. Эти три маленькие копии Lamborghini останутся в моей небольшой коллекции, а самую большую и красивую ламбу я разобью. Устрою испытание на прочность, наподобие краш-теста, как это обычно бывает на моем канале, потому как я специально для этого ее создавал. И конструкция рассчитана на повреждения, а остальные машинки прочные, и внутри заполнены пластилином, чтобы дольше простоять. Если вы еще хотите подобные видео, то пишите об этом в комментариях, и ставьте больше лайков, чтобы я видел, что вам понравилась эта идея, которую мне подсказал подписчик под ником Phantomas, и я решил, что такое точно стоит попробовать сделать, за что ему огромное спасибо. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я публикую эксклюзивные фотографии процесса лепки своих работ, и также вы будете в курсе всех новостей канала. Также все мои новые видео теперь будут еще выходить и в ВК-видео. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые интересные видео. Конечно подписывайтесь на основной канал ютуба, если вы здесь впервые и вам понравилось мое пластиновое творчество. Спасибо всем за просмотр этого видео, всем пока!